День с толком Смотрите выпуски День с толком Насколько я понял по последним заявлениям министра спорта нашего Алтайского, я имею ввиду, края, беседовали, что по крайней мере дорожки оставят в том состоянии, в котором они были. Мне сказали будет ремонт такого рода именно хозяйственного, там покраска повелка, горшки и так дальше, но ремонт не будет касаться спортивной составляющей, то есть, к сожалению, вот в том виде, в котором они есть, останутся, но в любом случае это по всякому лучше того, чего они там планируют сделать. Сергей Клевцов подчеркнул, даже в таком виде дорожки позволят тренироваться Шубенкову и проводить детско-юношеские соревнования, турнир на призы его подопечного. И что такое решение будет на пользу всей легкой атлетики края. Уточнить информацию мы решили в самом техническом вузе и получили такой ответ. Ремонтные работы будут проводиться с учетом договоренностей с правительством Алтайского края, из чего мы можем заключить, что перепрофилирования манежа точно не будет. Кстати, наше общение с Сергеем Клевцовым проходило как раз после очередных международных стартов Сергея Шубенкова. Наш знаменитый легкоатлет взял бронзу в забеге на 110 метров с барьерами на этапе международного вызова в Загребе. Его результат 13,54 секунды можно назвать удачным, ведь в прошлый раз на международных стартах он стал лишь восьмым. По словам тренера Сергея Клевцова, последствия травм Шубенкова оказались серьезными. Стартовая реакция спортсмена пока замедлена, плюс сказался двухмесячный перерыв в тренировках. Тем не менее, легкоатлет намерен продолжать сезон, в ближайшее время у него будет несколько важных стартов. Между тем, в Барнауле уже стартовала прививочная кампания от гриппа. Привиться по традиции можно не только в поликлинике, но и в мобильных пунктах города. Наш корреспондент Валентина Аскерова отправилась к Дворцу спорта, чтобы узнать, всем ли можно ставить прививки и как долго продлится бесплатная иммунизация. Обычно такие внушительные очереди мы привыкли видеть в поликлиниках, но сегодня ажиотаж наблюдался напротив Дворца спорта. Именно здесь развернулся мобильный прививочный комплекс. Своей очереди людям пришлось ждать долго, поэтому нашей съемочной группе они были совсем не рады и общаться не особо желали. Почему решили прививаться и как вы думаете, нужно ли это делать? Очень нужно, помогает хорошо. Прививочный кабинет приглашали тех, у кого давление и температура в норме. К тому же нет хронических заболеваний и аллергии на белок. Мы отметили, что основная масса желающих сделать прививку – люди в возрасте. Хотя и они от гриппа прививаются нечасто. Вы часто прививаетесь? Я третий раз. За всю жизнь? За всю жизнь. А почему так редко? Ну, раньше как-то не говорили, что это необходимо. Как-то стала информация идти усиленная, и я стала ходить в поликлинику. Но там очень сложно. Там надо добывать талон, идти к инфекционисту и прочее. То есть в мобильном бурте гораздо проще? Ну да, но только долго очень оказалось. Оказалось долго. Дольше, чем в поликлинике? Ну, конечно. Ежегодно в период сезонных эпидемий гриппом болеет почти миллиард человек. По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно от осложнений после гриппа погибают до 650 тысяч человек. Поэтому вакцинация, и на этом настаивают медики, наиболее эффективное средство защиты, особенно для тех, у кого есть хронические заболевания легких. Поскольку вирус гриппа может вызывать осложнение в виде тех же самых вирусных и смешанных вирусно-бактериальных пневмоний. Если человек поставит прививку от гриппа, то само заболевание может привести либо в легкой форме, либо вообще не заболеть им. Не было у вас обострения хронического заболевания, либо острого заболевания с температурой, с насморком. Было? Нет. Врачи были настолько убедительны, что я тоже поддалась общему настрою и решила впервые за долгое время защитить себя от вируса гриппа. Прививку от гриппа я не ставила лет семь, но именно здесь сегодня врачи убедили меня, что делать это все-таки нужно. Сегодня вакцину вместо инвекции не мочить, вот так прижать. Только сегодня, да? Только сегодня. Кстати, если бы я прививалась платно, то мне и другим желающим пришлось бы заплатить почти 700 рублей. Именно такой ценник выставляет одна из известных медицинских компаний. Когда вы придете на прием, вам предложат поставить все, что вы захотите, и вам предложат. То есть вакцина ставится либо в один день, либо с интервала месяц. Поэтому, если желаете привиться бесплатно, придется постоять в очереди и успеть до 11 сентября. Кстати, в день города, когда ожидается особенный наплыв желающих сделать прививку, будут развернуты дополнительные пункты на набережной Аби и на улице Георгия Исакова, 213. Валентина Аскерова, Илья Халяпин. День с толком. К другой теме. Назначать или все-таки выбирать мэра Барнаула? Этот вопрос планируют обсудить на ближайшем заседании Комитета по местному самоуправлению АКЗС. Об этом заявил его председатель Борис Трофимов во время интернет-форума. Если такой законопроект одобрят, его могут внести в повестку заседания очередной сессии краевого парламента. Правда, Трофимов подчеркнул, что существующий порядок избрания главы города гарантирует серьезные требования к профессионализму кандидата. А при возвращении всенародных выборов мэра, такие требования по федеральному закону нет. При этом Борис Трофимов считает, что Барнаула отнюдь не хуже Новосибирска, где мэра по-прежнему выбирают жителей, где сейчас полным ходом идет избирательная кампания. А хотели бы барнаульцы, чтобы им вернули возможность самостоятельно выбирать главу города. Этот вопрос мы задали им сегодня и вот что услышали. У губернатора тоже свои приоритеты, тоже своя политика, что он может назначить того мэра, кто ему нужен. Люди же жить потом будут с этим губернатором или с каким-то руководителем. Им же придется и общаться, может быть даже когда-то прийти с какой-то просьбой. Ну мы должны или поддержать, или не поддержать. И вот тогда пусть выбирает и губернатор. И чтобы народ выбирал, должен знать характеристику этого человека, правда? Вот даже вы спросили, все, никто ничего не знает про этого самого франка вашего, так ведь? И что они за кого будут подписывать, а за кого они будут голосовать, они не знают. Вы знаете, кто сейчас у нас мэр города? Да я не знаю. Томилин. Нет, Томенко это губернатор. Томенко губернатор. Мэр города, мэр города. На Дэ, фамилия забыла. Не знаю, я как мигрант, не знаю имена. Ну, лучшего, хорошего, которого добро принесет вот здесь. Вот хорошо сделает. В целом, мнение большинства, лишь бы человек был хороший. Кстати, хороший человек нужен не только жителям Барнаула, но и псу, который, напомним, провалился в яму с гудроном и находится на лечении. УЗИ не выявило у собаки явных заболеваний, но теперь перед гудрошей стоит другая задача – научиться доверять людям. Анастасия Дороганова вновь проведала пса. Гудроша отлично видит и слышит, хотя на дне уха еще есть остатки гудрона. Тело пятилетнего самца здорово, родился в рубашке. О собаке из гудрона Барнаул узнал пару недель назад. Животное почти полностью ушло в яму с гудроном, когда его поскуливание услышали спасатели. Шерсть пса состригали несколько дней. Все то время собака лежала под капельницей. Пес был слаб, поэтому принимал ласку от всех. Когда мы приезжали сюда в первый раз, гудрош мог погладить абсолютно любой человек. А сейчас он позволяет это сделать только во время прогулки, и то не всем. Гудроша все так же обожает прогулки. В эти моменты он увлечен миром и очень добр. Но во дворе приюта это уже не ласковый пес, а лидер и защитник территории. Сейчас мы будем заниматься с кинологом, чтобы хотя бы немножко его социализировать. Он не знает команды. В принципе, это небольшая проблема. То есть он не супер агрессивный на все подряд, он достаточно понимающая собака. Но он уже, то есть у него есть характер, у него есть своя линия поведения. И он считает, что это нормально, что он главный. Люди это уже потом, как бы они уже по его степени иерархии, они стоят ниже. Поэтому это сейчас нужно будет все подкорректировать. На специальные занятия отдадут несколько месяцев, и лишь потом псу начнут искать хозяев. Им интересуются и сейчас, говорит Светлана, но в основном семьи с детьми. А пока это риск, уверена девушка. Она напоминает, что в приюте есть и другие питомцы. 26 собак и почти 400 кошек. И всем хочется в семью. Кстати, помочь приюту в покупке корма и лекарств для таких, как Гудроша, можно и сейчас. Анастасия Драган, Алексей Фризин. День с толком. Помочь собаке могут все желающие, а вот кто поможет жителям одного из дворов индустриального района? Людей беспокоят, что мусорные баки стоят вплотную к детской площадке. А юные следователи не упускают возможности поиграть с мусором. Почему перенести контейнерную площадку не так просто, узнавал Андрей Дреер. Машины не ставить, а можно было добавить надпись «Детям не играть». Ведь за площадкой контейнерной сразу начинается детская такая картина во дворе домов под номерами 95 и 97 по улице Балтийской. Жители возмущены тем, что когда площадка переполняется, дети не упускают возможности там поиграть. Эти мусорные баки поставили для дома Балтийская 97, а дом Балтийская 95 теперь перед окнами должен видеть этот кошмар. Может, какие-то органы заинтересуются и добьются переноса этих мусорных баков. Осталось крыс развести, чтобы, не дай бог, детей покусали. Органы не заинтересуются, ведь площадка стоит правильно, по санитарным нормам. Она была внесена в проект новостройки, перенести ее не так-то просто. Между тем жители жалуются в управляющую компанию. Мы совершенно случайно встретили директора. Он пояснил, что принять решение о переносе могут только в администрации индустриального района. Но чиновники, по его словам, открещиваются. Он говорит, а ты возьмите, перенесите площадку, отведите все. Я говорю, как я могу это сделать? Во-первых, все контейнер-площадки, они внесены в реестр. Этот реестр находится в администрации индустриального района. И принятие решения о переносе этой площадки может либо администрация индустриального района, либо вот эта комиссия. Комиссия, о которой говорил руководитель управляющей организации, согласно Санпину, должна определить место, на которое перенесут контейнерную площадку. Но как долго можно этого добиваться, учитывая, что контейнеры и так официально стоят на своем месте? Но есть и другие способы решить проблему. Возможно поставить либо купол железный над контейнером, где будет отверстие, куда будут все скидывать мусор, и в принципе он не будет ни вываливаться ни от ветра, ни от собак. Или же возможно вообще сооружение отдельного, ну скажем так, мини-склада, в котором будет просто закататься, выкатываться контейнер и запираться на замок. Данное решение, в принципе, во многих городах Центральной России уже применяется. Возможно, учитывая эту практику, у жителей появится возможность не жаловаться, а совместно со своей управляющей компанией оградить детей от игровой площадки с душком. Андрей Дриер, Николай Шелко, День с толком. А Барнаул ждет громкая премьера. Уже в пятницу в Театре драмы пройдет первый спектакль нового сезона. Называется он «И разыграли жикони в поле». В основу постановки легли 13 рассказов Василия Шукшина. На сцене встретятся актеры разных поколений. К работе над спектаклем режиссер Максим Астафьев привлек художника-постановщика из Санкт-Петербурга. Специально для премьеры было изготовлено 70 костюмов. Больше никаких секретов режиссер не раскрывает. Говорит, зритель должен увидеть все сам. Сейчас идет финальная стадия. Мы делаем свет к спектаклю, вычищаем какие-то межонсцены, какие-то переходы. Что-то подправляем внутри, по актерски что-то сокращаем, потому что у нас очень большой спектакль получился. Меня заругает директор, потому что я нечаянно сделал 3,5 часа. Самое ожидаемое событие нового сезона для Театра драмы – фестиваль «Здравствуйте, люди!», который пройдет в Краевой столице с 18 по 26 сентября. На Барнаульских подмостках выступят театральные коллективы из Москвы, Омска, Новокузнецка и не только. И представлять они будут также постановки по произведениям нашего известного земляка Василия Шукшина, которому в этом году исполнилось бы 90 лет.